Вот реформы мы говорим, а мы понимаем, что они будут болезненными, они будут непопулярными. Все реформы непопулярны. И несмотря на это, идёт борьба за министерские посты. А это вот та самая смешная парадигма. Да, парадигма. Раньше же любой портфель, любая должность давали преференции. А знаете, мне вообще кажется, что очень многие политики так и не поняли, что сделал Майдан. Ну, например, когда слушаешь друзей россиян, они вообще привыкли, они убеждены, что Майдан был создан для того, чтобы одни политики сменили других. И вот весь украинский народ рисковал жизнью, гиб, ради того, чтобы Пётр Порошенко и команда там пришли к власти. Нет, это не так. И вот этого очень не могут многие понять. Майдан сменил правила игры. И одно из правил игры, оно ужасно для политиков, которые ещё вовремя не сообразили. Вот знаете, эти покрышки, которые горели, они зажгли надпись над каждым административным зданием власти. Теперь эта профессия опасна для жизни. Каждый входящий сюда должен об этом серьёзно думать. Я, например, честно говоря, со многими из действующих политиков знаком лично, по-человечески. И мне иногда просто по-человечески бывает страшно за них, потому как если Януковича действительно по-настоящему защищали, и всё равно вся эта машина не смогла справиться с народным гневом, то сейчас все прекрасно понимают, никакой защиты у них нет. И когда я вижу Леся Довгова, Кивалова, которые тратят огромные деньги, чтобы стать депутатами, я не понимаю. Мне кажется, более логичным и нормальным было бы, чтобы они максимально дистанцировались сегодня от украинской политики, потому что там просто страшно и опасно. И вот поэтому, но, к сожалению, мы видим, что сила привычки, сила инерции, она по-прежнему остаётся такой.